Привет! Сегодня мы затронем тему, которая, скорее всего, большинство из нас знакома. Ты когда-нибудь чувствовал, что твои отношения похожи на американские горки? Одну минуту ты на вершине, чувствуя, что тебя безгранично любят, а в следующую ты падаешь в бездну, чувствуя себя одиноким и отвергнутым. По-английски это называется push-pull динамикой, но ты, скорее всего, чаще слышал ее русскоязычный вариант – эмоциональные качели. Я знаю, насколько это может быть сложно и полезно, поэтому давай разберемся в этом месте, узнаем, как распознать такое поведение у партнера и как с таким поведением справиться. Меня зовут Александр, безобид.org. Я рассказываю все про обиду и о том, как от нее избавиться, выкинув весь мусор из головы и обретя самодостаточность, эмоциональную свободу, гармонию в отношениях и максимальное внутреннее благополучие. В этом ролике я назову три причины, почему твой партнер сажает тебя на эмоциональные качели. Я предложу самый эффективный способ не просто противостоять этому, а обрести иммунитет вообще ко всем манипуляциям в отношениях. Далее я расскажу, как выявить эмоциональные качели по трем признакам, обрисую, как они влияют на тебя и твою психику, и, наконец, расскажу, как преодолеть их, и в частности назову тебе пять полезных личных границ, которые я рекомендую взять на вооружение и использовать в качестве тактических приемов противостояния эмоциональным качелям. У видео есть тайм-коды, а ссылки на все ролики, упомянутые в этом видео, ты найдешь в описании. Начнем с объяснения, почему вообще твой партнер так делает, почему он сажает тебя на эмоциональные качели. Главная причина, почему техника эмоциональных качелей вообще используется, это то, что она работает. Эмоциональные качели – это очень эффективный прием, чтобы привязать к себе большинство людей в контексте романтических отношений. Используя этот прием, человек нажимает на все необходимые кнопочки в тебе, чтобы стимулировать в тебе эмоциональную зависимость. Поясню, как это работает. Вот как выглядят эмоциональные качели. Вначале работает фаза «тяни». Ваши отношения только начались, и он засыпает тебя комплиментами, утверждая, что такого человека, как ты, он искал всю свою жизнь. Есть такой термин «love bombing» или «бомбардировка любовью». И он значит буквально это – обрушение на тебя знаков любви и внимания, чтобы привлечь тебя. Его слова и поступки, как мед, обливают твое сердце, и ты чувствуешь себя желанной и особенной. Как ты на это реагируешь? Ты растворяешься в этих ощущениях, полагая, что, наконец, нашла свою вторую половинку. Ты чувствуешь радость, тепло, надежду и безопасность. А далее вступает в силу фаза «толкай». Прошла всего пара недель, и он внезапно становится холодным и отстраненным. Он начинает критиковать тебя за мелочи, искать ошибки в твоем поведении, утверждая, что ты слишком чувствительна или что тебя становится слишком много, и ему нужно побыть одному. В ответ на это ты чувствуешь себя потерянной и обескураженной. Та же радость и тепло, которое ты ощущала раньше, быстро сменяются страхом, сомнениями и ощущением вины. Ты задаешься вопросом «что же пошло не так? Может быть, дело во мне?» Потом опять идет фаза притяжения. После нескольких дней молчания он возвращается, извиняясь за свое поведение, и говоря, что просто проходил через трудные времена. Он просит прощения, утверждая, что очень тебя ценит и не хочет терять. Твоя реакция, облегчение наполняет тебя. Ты чувствуешь, что любовь возвращается и готова простить и понять его. И потом он опять за свое и начинает отталкивать тебя. Спустя некоторое время паттерн повторяется. Теперь он может утверждать, что ты слишком зависима, или слишком нуждаешься в его внимании, что ты душишь его. И это создает дистанцию между вами. А то есть что? Ты начинаешь сомневаться в себе. Возможно, он прав. Возможно, ты действительно слишком навязчива. Может быть, ты слишком привязываешься. Ты пытаешься адаптироваться, изменяя свое поведение, чтобы соответствовать его ожиданиям. Эмоциональные качели создают ситуацию, в которой ты постоянно ищешь утешения и понимания у того же человека, который и вызывает у тебя болезненные чувства. Это создает зависимость, аналогичную той, что испытывают игроки, надеясь выиграть в азартной игре после серии проигрышей. Каждый момент тени действует как награда, подкрепляя твою веру в то, что, может, все станет лучше, что истинное лицо этого человека – это именно то тепло и та забота, которую он иногда к тебе проявляет. Ты продолжаешь оставаться в отношениях, потому что начинаешь верить, что ты сама виновата в происходящем, что, возможно, если бы ты была лучше, осознаннее и так далее, то все было бы иначе. Такое поведение партнера делает тебя уязвимой, потому что ты постоянно ищешь одобрения и боишься потерять моменты счастья, которые периодически сверкают среди мрака из боли и сомнений. И здесь сразу же я хочу поделиться с тобой самым надежным способом противостоять этим манипуляциям. Как я уже сказал, эти манипуляции эффективны потому, что в тебе есть кнопочки, на которые они нажимают, а именно чувство вины, чувство собственной неадекватности, ложные постулаты об отношениях, страх потери человека, зависимость от одобрения и весь эмоциональный багаж из прошлых отношений, который внес свой вклад в формирование этих психологических факторов. Если ты нейтрализуешь эти факторы на подсознательном уровне, то есть освободишься от всех этих вещей, зависимость от одобрения, чувство вины, чувство собственной неадекватности, от формирования искаженного образа этого человека в своем уме и так далее, то никакие манипуляции уже не смогут на тебя действовать. Ты или будешь сразу видеть их, или, что еще вероятнее, такие люди сами будут отфутболиваться от тебя, чувствуя, что с тобой такое не прокатит. Подсознательно они будут чувствовать от тебя угрозу и даже не будут соваться к тебе со своими манипуляциями. Чтобы освободиться от этих вещей в себе, я тебе рекомендую систему трубосуслик. Это мощнейшая система допрограммирования подсознания, направленная на тотальную очистку ума от мусора. Как раз всех этих психологических факторов уязвимости к всевозможным манипуляциям. Эта система задействует всю мощность подсознания, чтобы фактически перелопатить весь свой подсознательный ум, используя сверхмощные протоколы для обработки всевозможного ментального материала и выкинуть весь мусор с головы, придя к здоровому пофигизму, самодостаточности, эмоциональному балансу и в качестве бонуса к иммунитету, к любой манипуляции. Эта система работает не мгновенно. Тебе потребуется минимум несколько месяцев ежедневной, планомерной работы над собой по часу в день или около того. Но турбосуслик вознаграждает тебя кардинальными преобразованиями к лучшему практически во всех сферах жизни. И отношениями тут дело не ограничивается. Снятие всех внутренних ограничений оборачивается большими изменениями в совершенно разных сферах жизни. От оздоровления организма до выправления финансового состояния, от устранения вредных привычек и нежелательных черт характера до тотальной трансформации личности и полному перевороту сознания вообще, когда ты полностью отбрасываешь всю ложь ума. Читай подробнее о системе Трубосуслик и чего можно добиться с ее помощью по ссылке в описании к этому видео. Вторая причина, по которой твой партнер посадил тебя на эмоциональные качели, это его стремление к контролю. Одной из главных причин, по которой люди используют эмоциональные качели, является желание контролировать отношения. Иногда человек применяет эмоциональные качели сознательно, иногда нет. Давай попробуем разобраться, почему человек это делает. Во-первых, человек, который применяет такой подход, обычно испытывает глубокую неуверенность в себе. Такие люди часто боятся отвержения до того, как отношения начались, или того, что ты в конечном счете уйдешь от них. Путем создания ситуации, когда ты вновь и вновь возвращаешься к нему после того, как он тебя оттолкнул, он получает подтверждение своей значимости и важности. Во-вторых, такое поведение создает условия, при которых ты начинаешь сомневаться в себе и в своем восприятии ситуации, и становишься податливой и управляемой. Моменты тепла и заботы, сменяющиеся холодом и равнодушием, приводят к тому, что ты пытаешься правильно себя вести, чтобы избежать отталкивающего поведения. Таким образом, ты становишься менее самостоятельной и более зависимой от мнения и действий своего партнера. И, наконец, этот прием эффективен, потому что он манипулирует нашими базовыми эмоциональными потребностями. Каждый из нас хочет быть любимым, ценимым и нужным. Когда эти потребности постоянно ставятся под вопрос из-за колеблющегося поведения партнера, мы интуитивно стремимся восстановить равновесие, получив при этом еще и одобрение этого человека. Этот процесс усиливает привязанность к нему, создавая иллюзию, что только с ним мы можем почувствовать себя полноценно. Таким образом, при помощи эмоциональных качелей человек фактически контролирует тебя. Зачем вообще он это делает? Почему ему нужно тебя контролировать при помощи эмоциональных качелей? Потому что он уже наобжигался в прошлых отношениях. Он влюблялся, полностью терял власть над своими чувствами, а потом страдал, когда его чувства разбивались об стенку. И в какой-то момент он решил, что больше он страдать не намерен. Но вместо того, чтобы прорабатывать боль из прошлых отношений и идти в новые отношения с возросшим уровнем осознанности и чистоты восприятия, он принимает решение больше никогда не лишаться власти в отношениях. И лучший способ не терять власть над своими чувствами это иметь власть над твоими чувствами. Для него отношения становятся практикой контроля. На подсознательном уровне он убеждает себя. Кто-то в отношениях всегда контролирует. Раньше это были они, и мне было больно. Теперь я буду контролировать, и мне не будет больно. Такое мышление превращает отношения в схватку за власть. И чтобы не страдать и не позволять себе быть контролируемым, он использует эмоциональные качели, чтобы привязать тебя к себе этим поведением и почувствовать, что и он является хозяином положения. Такое стремление к контролю зачастую коренится в прошлых травмах и боязни обжечься снова. И это печально, потому что такой человек, скорее всего, никогда не сможет по-настоящему ощутить радость отношений, где оба партнера открыты сердцем друг к другу. Но благо это лечится глубокими подсознательными проработками. Если, конечно, человек вознамерится измениться. Еще одна причина, почему твой партнер играет с тобой в эмоциональные качели, это страх близости. Принято думать, что люди по умолчанию стремятся к глубоким, искренним и теплым отношениям. Однако для многих это совершенно не так. Для некоторых близость может вызывать настоящий страх, еще и хорошо скрываемый. Но почему это происходит? Для начала стоит понять, что близость не всегда ассоциируется с чем-то положительным. Если в прошлом человек переживал травму, был предан или обманут близким человеком, то для него близость может стать символом боли и страдания. В результате, чтобы защитить себя, он может непроизвольно отталкивать партнера, когда чувствует, что градус близости слишком высок. Эмоциональные качели в этом контексте – это не техника манипуляции. Твой партнер не использует их нарочно, чтобы тебя привязать. Для него качели становятся механизмом защиты, который работает неосознанно. Сначала человек позволяет себе быть ближе, но затем, когда страх близости начинает доминировать, он отталкивает тебя в стремлении восстановить ощущение собственной обособленности и самостоятельности. Если ты замечаешь подобное поведение у своего партнера, это может указывать на контрзависимость, то есть страх перед чрезмерной близостью и потерей с независимостью. У меня есть несколько видео, где я подробно рассматриваю контрзависимость и пути ее преодоления. Советую посмотреть их. Ссылки найдешь в описании. Там ты найдешь понимание механизма контрзависимости и поймешь, что тебе делать, если ты оказалась таким партнером. Теперь, зная причины, почему твой партнер использует эмоциональные качели, давай поговорим о том, как распознать этот прием. Первое. Перепады во внимании. Сегодня ты центр вселенной для него, а завтра он избегает тебя или вообще игнорирует. Эмоциональные качели – это как горки в парке аттракционов. В один день ты ощущаешь подъем и эйфорию, потому что партнер окружает тебя вниманием, словно ты единственный человек на планете. Его сообщения мгновенно приходят в ответ на твои. Слова переполнены нежностью, няшностью, а встречей – комплиментами и заботой. Ты чувствуешь, что являешься для него центром вселенной. Но потом наступает завтра, и все меняется. Те же сообщения остаются без ответа, звонки игнорируются, и вдруг словно ты являешься никем для него. Весь тот интерес и внимание, которыми ты наслаждалась, куда-то исчезают. Партнер избегает общения, говоря, что занят или просто уходит в себя. Ты начинаешь задавать себе вопросы. Что я сделала не так? Почему он меня избегает? Ведь пару дней назад все было идеально. Такие резкие колебания во внимании не просто сбивают с толку, они создают в тебе неопределенность и заставляют тебя трахать себе мозги, постоянно анализируя свои действия и пытаясь понять, как вернуть его интерес. Ведь это и есть одна из классических черт эмоциональных качелей, где любовь и внимание постоянно колеблются между нулем и бесконечностью. Второе. Конфликтные сообщения. Например, слова говорят одно, а поступки совсем другое. Партнер может говорить о любви, но на деле постоянно создавать препятствия для вашей близости. Представь себе ситуацию. Твой партнер смотрит тебе в глаза, утверждая, что ты лучшая, что с ним случалось. Он говорит, что готов ради тебя на все, что у него никогда не было ничего подобного, что у него есть с тобой. Но в то же время, когда ему предоставляется возможность проявить свою близость или просто провести время вместе с тобой, он вдруг находит кучу причин не делать этого или отодвинуть это на потом. Он может обещать прийти к тебе, а потом отменять встречу в последний момент. Или говорить о желании быть рядом, но при этом ссылаться на всевозможные причины, почему вот именно в этот раз он не может это сделать. Если это не разовое событие, а целый паттерн, то это не просто несоответствие слов и действий. Это специфическая тактика, создающая у тебя состояние сомнения и неуверенности. Если он говорит, что любит меня, почему же действия его говорят об обратном? Задаешься ты вопросом. И именно такая неопределенность заставляет тебя еще сильнее цепляться за него, пытаясь разгадать эту головоломку и найти подтверждение его чувств. Но в этой игре, к сожалению, правила всегда меняются. И ты как в лабиринте, пытаешься найти выход, опираясь на слова, которые так часто расходятся с действительностью. Третье. Частые изменения в настроении или в его отношении к тебе. Представь, ты и твой партнер только что провели прекрасный вечер вдвоем. Вы смеялись, обсуждали планы на будущее, делились мечтами. Утром ты уходишь домой или на работу с ощущением, что между вами все идеально. Но на следующий день все меняется. Твой партнер становится отрешенным, отвечает на твои сообщения с холодом или вообще замыкается в себе. Он не игнорирует тебя, но он совершенно явно и четко сильно охладел к тебе. И это происходит без видимых на то причин. Ты пытаешься понять, что случилось. Может, он что-то сделал не так, может, он устал, или у него плохое настроение. Ты начинаешь анализировать свое поведение, пытаясь найти причину его внезапного замораживания. И именно этот процесс самоанализа, самокопания, этот поиск причин и попытки разогреть партнера задают еще большую привязанность к нему. Ты начинаешь воспринимать его перепады настроения как личный вызов, стараясь доказать себе и ему, что заслуживаешь его теплоты. Но важно понимать, частые и необъяснимые изменения настроения это еще один признак использования эмоциональных качелей. Это маневры, направленные на то, чтобы удержать тебя в состоянии постоянной неопределенности и зависимости от его реакции. Как эмоциональные качели влияют на нас? Подвергаясь действию эмоциональных качелей, многие из нас сталкиваются с последствиями, которые могут долго отзываться на качестве наших отношений и, что особенно важно, на нашем самочувствии. Во-первых, повышенная тревожность. Постоянные изменения в отношении партнера создают состояние неопределенности. Это как если бы ты действительно была на качелях, но при этом ты бы не знала, когда тебе снова придется подняться вверх или резко опуститься вниз. И это вызывает тревожность. Ты начинаешь беспокоиться о том, что произошло, что произойдет дальше и как ты можешь это контролировать. А тревожность и высокое качество жизни несовместимы. Второе. Не веря в свои чувства и интуицию. Когда слова партнера не совпадают с его действиями, ты начинаешь сомневаться в своем восприятии реальности. Может, я что-то не так поняла. Или, может, я неадекватно реагирую. Такие мысли становятся постоянными спутниками. А негативное самовосприятие и тревожность идут рука об руку. Третье. Эмоциональная зависимость. Злая ирония в том, что чем больше ты пытаешься понять и исправить отношения, тем сильнее становишься привязанной к партнеру. Эта зависимость может привести к потере собственной индивидуальности и к постоянному желанию угождать партнеру. А здоровых отношений с такой позицией у тебя не будет. Четвертое. Потеря самоуважения. Отсутствие стабильности и предсказуемости в отношениях может подрывать уверенность в себе. Ты начинаешь винить себя за происходящее, считая, что если бы ты была лучше, то партнер вел бы себя иначе. А это самобичевание оборачивается негативными последствиями во все возможных сферах жизни. Начиная от здоровья, которое портится из-за стресса, и заканчивая формированием всевозможных ложных, да еще и откровенно ущербных представлений о себе, с которыми тебе потом придется бороться. Такое поведение партнера может оставить глубокий след на твоей психике, привести к эмоциональным травмам и даже депрессии. Поэтому крайне важно знать об этих механизмах заранее, чтобы защитить себя и свои отношения. Если ты сталкиваешься с таким поведением в отношениях, помни, что твое самочувствие и психическое здоровье находятся на первом месте. Как преодолеть эмоциональные качели? Первым делом ты должна осознать и принять самое главное. То, что твой партнер так себя с тобой ведет, это не твоя вина. Но то, что ты в отношениях с ним, это твоя ответственность. Это ты принимаешь решение, продолжая с ним отношения. Значит, ты принимаешь решение страдать и дальше. Не он причиняет тебе страдания. Твои решения причиняют тебе страдания. Ты несешь полную ответственность за свои решения, а значит и за свои страдания. Пока ты не осознаешь, что несешь стопроцентную ответственность за свою жизнь, за свои отношения, за качество своей жизни, за те эмоции, которые ты испытываешь, за свои представления о себе, за свои мысли о нем, ты не преодолеешь эмоциональные качели. У меня есть видео о том, что такое стопроцентная ответственность и почему она так важна. Посмотри его потом. Ссылка в описании. Вторая вещь, тоже очень важная. Ты обладаешь правом на здоровые и равноправные отношения. Это право безусловное. Никакие обстоятельства или мнения других людей не в состоянии поставить это право под сомнение. Это значит, что твое сидение на эмоциональных качелях должно прекратиться. Любой ценой. Мне плевать, насколько чудесный и замечательный этот человек. Мне плевать, какие установки ты подцепила от своих недалеких родителей, бабушек, дедушек, из-за чего ты убедила себя, что это приемлемо оставаться в таких отношениях. Мне плевать, какие советы тебе дают твои друзья и подруги. Подсознательно многие из нас готовы пожертвовать всеми своими ценностями и всем своим психологическим здоровьем ради одобрения или любви от окружающих. Даже если на словах мы заявляем о том, какие мы сознательные и самодостаточные. Но в следующий раз, когда твое эмоциональное здоровье будет подпорчено манипуляциями твоего партнера, вспомни мои слова. Никакие отношения не стоят того, чтобы жертвовать своим правом на эмоциональное здоровье. Возможно, тебе придется пересмотреть приоритеты и понизить степень важности одобрения окружающих. Возможно, тебе придется вообще полностью изменить то, как ты взаимодействуешь с людьми. Но пора взять на себя ответственность за свое благополучие и принять решение больше не участвовать в этих играх. А теперь, собственно, сами приемы. Я вижу их три. Первый прием — это турбосуслик. Этот метод позволяет устранить те кнопочки в нас, на которые манипуляторы так любят нажимать. Пройдя через эту систему, ты нейтрализуешь эти кнопочки и тем самым обезоружишь манипулятора. Его тактики просто перестанут действовать. Да, это может означать, что такой человек вылетит из твоей жизни, как пробка из бутылки. И это, возможно, будет больным. Но вспомни о своем безусловном праве на здоровые отношения и будь готова к такому исходу. Второй прием — это понимание и осознание манипулятивного поведения. Чем лучше ты понимаешь поведение манипулятора, тем быстрее ты сможешь осознать, что стало его жертвой. Поэтому самообразование полезно. Если хочешь углубить свои знания о механизме эмоциональных качелей, рекомендую посмотреть мое видео про манипуляцию ближе дальше. Понимание — первый шаг к защите. Третий прием — установление личных границ. Это, наверное, самый быстрый и при этом эффективный метод противостояния эмоциональным качелям, да и вообще любой манипуляциям, если уж на то пошло. Личные границы, как я вижу, должны быть конкретными. Чем конкретнее, тем лучше. С минимальным пространством для маневра. Это позволяет опереться на эти границы. Кроме того, они должны быть прежде всего указателями для твоего поведения, а не его. Их нарушение служит индикатором того, что нужно или поднять спокойный и конструктивный разговор, или уходить. Вот тебе первая полезная личная граница. Если меня бомбардирует любовью, то я буду спокойно и внимательно наблюдать за его поведением, осознавая, что именно он сейчас делает, но пока еще не делая выводов о том, чем вызвано его поведение. Это отличная граница, особенно для тех, кто сталкивался с манипулятивным поведением в прошлом. Love bombing, или бомбардировка любовью, часто используется манипуляторами в начале отношений, чтобы завладеть доверием партнера. Они перенасыщают тебя комплиментами, подарками и вниманием, пытаясь убедить тебя в своей искренности. Но после того, как цель достигнута, внимание может резко прекратиться или замениться на контроль и критику. Предложенная мной граница позволяет сохранять трезвость ума и не поддаваться первичному восторгу, который может затмевать реальное поведение человека. Она также помогает защитить себя от потенциального эмоционального вреда, если бомбардировка любовью окажется лишь манипулятивной тактикой. Такой подход также позволяет человеку уделить время для осознания и анализа ситуации, а не принимать поспешные решения на основе эмоций. Вторая личная граница. Если его поведение резко меняется и он меня отталкивает, я не буду делать никаких выводов о том, что я что-то там сделал не так, и буду просто спокойно наблюдать за его поведением, особенно за любыми дальнейшими возможными изменениями в его поведении. Эта граница очень ценна, потому что она напоминает о том, что не стоит автоматически связывать поведение другого человека с собой. Очень часто, особенно в токсичных отношениях, люди склонны переносить ответственность за поведение партнера на себя, искать причины в своих действиях или в словах. Третья личная граница. Я не буду делать никаких выводов о его поведении до двух циклов эмоциональных качелей. Четвертая личная граница. Если я вижу два цикла эмоциональных качелей, то есть тяни, толкай, тяни, толкай, я имею полное право или прекратить с ним связь, или поднять с ним разговор на эту тему, и решать, что я сделаю, прекращу отношения или же подниму с ним разговор, «мне». Это решение неналичное, и я имею право решить это в моменте, когда сочту нужным. Ну и, наконец, пятая личная граница. Если он обесценит мои слова в ответ на мою готовность, открыто и с уважением по отношению к нему, поговорить с ним при встрече, на тему моих чувств в ответ на его поведение. Если он скажет, что я что-то выдумываю, или что я прилипчивая, или он атакует меня любым способом, даже намеками, то я оставляю за собой право окончательно и бесповоротно освободить себя от этих отношений в одностороннем порядке. Хочу здесь добавить, что личные границы – это шорткат к тому состоянию, к которому ты бы и так пришла, как следует, поработав над своим подсознанием при помощи трубы суслика, например. Суслика – не нужны границы, принципы и ценности, чтобы обезопасить себя от манипуляций. Ими и так хрен проманипулируешь, потому что в них не остается никаких зацепок. Поэтому, если ты хочешь окончательного решения проблемы манипуляций, берись за проработки. Устранение всех кнопочек в себе – это намного более надежный способ обезопасить себя от манипуляций, чем любые личные границы. Но как временное решение, личные границы – это отличный вариант. На этом все. Мы прошли длинный и важный путь, разобравшись в такой сложной и коварной тактике, как эмоциональные качели. Этот опыт, к сожалению, многим из нас приходится переживать. И порой это становится настоящим испытанием для эмоционального здоровья. Однако помни, что у тебя есть безусловное право на здоровые, равноправные отношения. И при всех сложностях, пока ты еще не проработала и не освободилась от своих психологических кнопочек, не забывай устанавливать и отстаивать свои границы. Ведь они – твоя защита и опора. Я бы хотел узнать о твоем опыте. Сталкивался ли ты с эмоциональными качелями? Как ты с этим справлялся? Твой опыт может быть бесценным для других зрителей, так что не стесняйся делиться им в комментариях. Хочешь ли ты видео с подробностями на какие-то темы из этого видео? Может быть, о каких-то других манипуляциях, о личных границах, о аутентичных людях, которыми невозможно манипулировать? Любые идеи приветствуются в комментариях. Если после расставания с партнером его образ продолжает мучить твой разум, не позволяя тебе переключиться на что-то другое, то рекомендуйте посмотреть мое видео «Как выкинуть человека из головы». Оно поможет тебе проработать образ этого человека и перестать страдать по нему. Береги себя. Редактор субтитров А.Семкин